Вот этот самый океан. Только начали записывать, хорошо? Хотя уже поздно. Ну лучше поздно, чем никогда. Хорошо. И вот этот самый океан наиболее блаженной расы, океан наиболее блаженной расы любви живёт в храме во Вриндаване. And this ocean of most blissful love rasa blissfully dwells in a temple in Вриндаван. Комментарий Анантадас Бабаджи называется Шри Радха – океан экстатической расы любви. The commentary of Shila Анантадас Бабаджи title – Ширада – The Ocean of Ecstatic Love Rasa. Океан экстатической расы любви. Ocean of Ecstatic Love Rasa. После приготовления завтрака Кришна в Нандишваре и видения того, как Он ушёл в лес спасти коров, Шримати с подругами возвращается в Ява. After cooking for Krishna in Nandishvara and seeing Krishna heading for the forest to tend his cows, Шримати returns to Yavata with her girlfriends. Кундалата, приведя Радху к Джатиле, говорит ей There, Кундалата hands Rada back over to Джатила and says «О почтенная женщина, я привела назад твою невесту, примири её». Я защищал её так... О, венераблая леди, я привела твоя дочь-in-law back. Я защищал её так внимательно, что даже тень Кришны не могла коснуться её. И взгляни, сколько драгоценных украшений царица Яшода дала ей после того, как увидела её опытное приготовление. And see how many valuable ornaments twin Яшода has given her after seeing her expert cooking. Джатила стала очень довольна, когда услышала слова Кундалаты и приказала своей невестке подготовиться для прогулки к Сурья-Кунде, поклоняться Богу Солнца для увеличения благосостояния её сына. Все гопи очень счастливы получить такой приказ. И они расходятся по домам немного отдохнуть. Шрипада в это время благословлён личным служением Шримати. В это время Шри Кришна гуляет по лесу, пася коров. Шри Кришна now wanders и любовь с красотой Бриндаваны вспоминает сияющую красоту Шри Радки. Потому что это естественно весь Бриндаваны для выражения её любви. It is very natural because all Бриндаваны is an expression of her love. Вся красота Бриндаваны, ароматы Бриндаваны, формы, вкусы Бриндаваны это всё выражение её любви к нему. Because everything, арома Бриндаваны, shapes Бриндаваны, nature Бриндаваны and beauty is all the expressions of her towards him. И Кришна переполненный этими чувствами, чувствами воспоминания, потому что когда Он вспоминает, Он снова проживает. Когда Он вспоминает это время, которое Он провёл с Шримати, Он снова проживает эти чувства. And Кришна, while He is remembering, it seems like He is experiencing these feelings again and again. Его переполняет жажда. He is overwhelmed with a thirst. И чтобы привлечь Шри Радху к её озеру, для Текунде, Кришна начинает играть на своей очаровывающей флете. And just to attract Шрирада to her lake, Шрирадхунда, Кришна begins to play His enchanting flute. Это очень интересный момент. This moment is very interesting. Ведь он сейчас находится среди пастушков. Because now He is among His friends. Гопос. Среди своих коров, телят и пастушков. It's very interesting because now He is among His cows, calves and His friends. И он переполнен страстью к Шримати. And at the same time He is overwhelmed with a passion towards Шримати. И от этой переполненности начинает играть особенную мелодию, которая говорит об особенном месте, чтобы привлечь её именно на берега Радху. из предыдущих стихов мы можем понять, что каждый из жителей Враджа воспринимает Кришну исходя из своих отношений с Ним. And from the previous verses we could remember that every person who is living in Вриндавана he is perceiving Кришну according to his own relationships with him. И коровы замирают. Подвижные существа такие как коровы они замирают когда Кришна начинает играть. And cows they are moving creatures and when Krishna starting to play his song they become stunned. Трава непережеванная трава остается у них в травах остается у них непережеванной. And they cannot even chew the grass so this and chewed grass like hang from their mouth. А телята они их молоко они перестают его глотать молоко просто течет по ним они даже его не пьют они замирают слушая флейту. And small calves they cannot swallow milk they cannot drink because they also stand so this milk is like going through their mouths is is his person and his cow heard friends Krishna cow heard friends they also they are enchanted by this food song but they are experiencing this food song according to their personal rasa with him и только несколько самых близких пастушков Krishna понимают о чем поет его флейта but only the closest friends of Krishna they could understand what is this song about да еще можно отметить для красоты для красоты самой карати можно отметить что деревья листья деревья несмотря на то что ветра нет они начинают дрожать шелестеть хотя ветра нет но они шелестят лепестки цветы на деревьях начинают ронять свои лепестки мёд мёд сочится мёд птицы источают мёд и птицы тоже затихают они перестают петь все всё как бы замирает в ожидании главного события вечности мёд 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 of this eternity major event of this eternity и каждый проживает это счастье по своему и каждый creature и every person is feeling in its own way каждый переполняется блаженством собственной расы и everyone is overwhelmed with the feelings in their own personal раса at that time звуки флейты очаровывают вседвижущиеся и неподвижные создания вражды the flute song enchants all the moving and non-moving creatures of вражды и проявляются перед шримати как кристаллизованное форма вамшидхари and appears before шримати as вамшидхари crystallized form то есть единственный кто слышит слышит истинное глубинное послание этого плача флейты это шримати шримати is the only one who can perceive the full message of this sweet flute song и это кристаллизованная форма вамшидхари это форма страдания шьямы шьямы this crystallized форм of вамшидхари it is the lamenting форм of кришна это песня боли кришна it is the flute song of pain of кришна радика чувствует его боль радика could feel his pain его острый призыв his desperate calling его безумную тоску and his desperate missing her тоску по ней how he is missing her и шримати тогда взволнованно берет руку вишак и говорит следующие слова шримати then holds affectionate вишака's hand and laments as follows я сразу сейчас переведу слова шримати в ее личное пространство хотя она говорит отстраненное now here in this verse it is like in general radika is speaking in general but i will try to express her feeling oh подруга oh friends океаны океаны волны океаны нектарные красоты крышны топят подобные горам подобное горе сердце подобное горе сердце the waves of the nectar ocean of Krishna's beauty are inundating the heart which is like mountain здесь она сравнивает свое сердце с горой с высокой неприступной горой с горой гордости here she is comparing her own heart with the mountain mountain of pride а красоту кришны с океаном который целиком затопляет эту вершину and beauty of кришна she is comparing with an ocean ocean which is coming to this big mountain and covering this mountain не оставляя даже островка гордости so there is no even a tiny drop of mountain like like an island of mountain of this pride left она вспоминает его прекрасные шутливые слова наслаждают мои уши he is saying his beautiful and joking words please my ears часть его тела которые всегда прохладнее миллионов лун утешают мое плавающее тело his limbs that are cooler than millions of moons soothe my burning limbs he is remembering his touch его прикосновения his touch это очень важно для служанки для манджари потому что они запоминают эти чувства ее чувства запоминают ощущения ощущения они keep saving what she feels они как бы учатся у Кришны но через чувства шримати they they can return these feelings and immerse radical into embrace of this happiness with these feelings kept feelings his 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 that are cooler than millions of moons soothed my burning limbs и поток нектара его аромата and the nectar stream of his fragrance она вспоминает она представляет его как поток который течет из каждой поры его тела he is perceiving it like a stream of fragrance which is going through every pore of his skin поток аромат страсти the stream of the fragrant fashion и амбразиальный вкус его прекрасных губ and the ambrosial taste of his nice lips понятно что здесь слова амброзия ничего не значит we can understand here that we cannot compare an ambrosia with this taste it to compare him with ambrosia it means like we cannot compare it all it is just a hint of shimati's feeling an expression of shimati's feeling но эта попытка всегда останется неудачной but this attempt will never be fulfilled и в этом ее красота and in this we can find beauty потому что даже shimati не может выразить того что она чувствует because even shimati she cannot express what she is feeling хотя она является источником ади сарасвати самой жизни ади сарасвати she is herself the very life and soul of ади сарасвати и находится в этом процессе непрерывно and she is inside of this process eternally в процессе исследования своего чувства she is inside she is eternally inside in this process of exploring her own feelings потому что здесь она признается в этом сладости поцелуя because here she is saying she is confessing about the sweetness of Krishna's sweet kiss сладости поцелуя sweet kiss этой точки точки из которой это соприкосновение из которого рождается все сущее it is like a point from where all the world all beings they are coming from this point all the world is coming from this point this is a point of everlasting sweetness точку бесконечного опьянения it is a point of everlasting like drunk точку бесконечной славы it is a point of the eternal glory and далее она говорит об этом это сладость сладость его губ наполняет весь мир наполнен этой сладостью сладостью этого поцелуя это единственный правильный взгляд на мир это единственный правильный и единственный point of view к этому world любое другое видение мира есть майя так принц праджа привлекает все мои пять чувств и she is saying in this way the prince of праджа attracts all of my five senses мы здесь видим начало камагайатри ее побуждающий мотив камагайатри here we can see the beginning of камагайатри который ведет кульминации камагайатри the beginning of камагайатри which is leading to the culmination движение идет с двух сторон here movement is coming from two sides from both sides жажда принять мохана from one side it is the thirst to accept мохан и жажда отдать свамине and from the other it is the thirst to give everything of swanini видя какой взволнованной стала свимати ее подруги организовывают для нее абхиваса свидание seeing how unsteady свимати is her girlfriends arrange for her абхисарам рандэву и мы знаем что рамана манджари принимает непосредственно участие в этом процессе and we know we are aware that рамана манджари is taking part in this process in this time while swanini spishit spishit lave on the deep love 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 kriks damadhar prabo maybe these vakhti not know about rambana mandjari should explain this sangha we don't Я не знаю, стоит ли... Можно сказать, что Рамана Манджари — это духовная форма на районном Хараджи. Я сказала, что не все, может быть, не все из нашей интернациональной санга знают, кто Рамана Манджари. И Дамударь говорит, что Рамана Манджари — это духовная форма, это сида-деха от Шрила Нарая Нагасвами Махтаржи. В то время, пока Шримати спешит, плавая на волнах глубокой страстной любви к Кришне, Шрипада в своей форме кингтима, преследует за ней, как тень. Шрипада, in his king-cary form, follows her like her shadow. И когда бы Шримати не взглянула на лес, wherever Шримати casts her glance in the forest, она вспоминает Кришну. He remembers Кришну. Здесь можно немного остановиться и вспомнить предыдущее, когда Кришна смотрит на Вриндава, Он смотрит на… слышит птиц, вдыхает ароматы, видит деревья, бесконечное синее небо. Он везде, куда бы Он ни посмотрел, Он везде видит ракхику. Here we can stop and we can recall how Кришна also, wherever He is looking in Vrindavana, whether He is looking at blue sky or somewhere else, He sees Radhika everywhere. А теперь Radhika, куда бы она ни посмотрела, когда она слышит пение птиц, видит цветение трав, вдыхает ароматы, она везде, повсюду слышит, видит Кришну, видит Его повсюду. And the same with Radhika, wherever she is looking in Vrindavana, whatever she is breathing in, all aroma, she is remembering her beloved. Для дополнительной красоты, на картины внутренней, можно добавить прикосновение Шримати. Ведь когда она прикасается к дереву, дерево начинает дрожать. И распускаться цветами, цветы распускаться начинают. This tree began to shiver and began to blossom with the flowers. Ведь когда она наклоняется к цветам, чтобы собрать их. When she is bending down to pick up flowers, они также распускаются навстречу к ней. They are simultaneously also blooming up to her. И когда она идет, она же идет не в одиночестве. And when, while she is walking, and we should know that she is walking not alone. Весь Vrindavan, будучи ее проявлением, будто бы следует за ней. All Vrindavana being a manifestation of her is following her also. В читании Чиритамрите сказано, Кришна Майи означает, что она видит Кришну внутри и вне всего. В читании Чиритамрите it is stated like she is Кришна Майи. Кришна Майи means that she sees Кришна on the inside and on the outside. Манджари видят глазами Рафики. And Mанджaris, they are looking through Radhika's eyes. Прозревают ее сердцем. She is looking through her heart. И поэтому они тоже видят Кришну во всем. And that's why they also sees Кришна everywhere. Куда бы она ни посмотрела, она видит там Кришну. Wherever her eyes fall, there she sees Кришну. Здесь в Шримате названа Примананда Расика Варидхи Маха Колола Малакула. Кришна Майи из Гол Примананда Расика Варидхи Маха Колола Малакула. Сколько же волн Прима Расы вздымается в этом океане любовного экстаза? То есть она сравнивается здесь с океаном океаном Расы. Here she is compared with the ocean Расы океаном Расы любовного экстаза. ocean of loving ecstasy. Этот океан любовного экстаза является океаном Махабхавы. And this ocean of loving ecstasy is an ocean of Махабхава. И слово эко означает Мадана Махабхава, который является особым сокровищем срии Расы. And the word эко means Мадана Махабхава, which is the exclusive treasure of Шрабхава. Это форма безумия, которая не подается никакому логическому течению. This form of madness it's like we cannot find the logic in this form of madness. Невозможно проследить следующее явление, как это будет проявляться далее. We cannot know the further step in this process. В этом бесконечная новизна этого состояния. And that's why this condition is ever fresh, ever new. В этом его всепоглощающее очарование. And that's why this process is extremely enchanting. невозможно предугадать как будет развиваться, как разовьется это безумие, в какую сторону, в какой интенсивности, куда оно разовьется. because we cannot predict where this madness will go, which way soul in this unpredictable state, it's like some particular extreme sweetness in this. And Shri Mati herself she doesn't know about this. Она как бы является глубиной этого океана. Because herself she is the very depth of this ocean. Его обширностью. She is herself the whites of this ocean. the length of this time. Которая пытается найти свои берега и не находит их. And she is trying to find her own shores as the ocean, but she could not find her shores. Сколько же волн вздымается в океане Маден Расы в сердце Фри Мати? How many waves aren't there playing in the ocean of Мадана Rasa the Inshimati's heart? Когда она видит дерево Тамалу, авитая золотистая лиана Ютика и павлина танцующего перед ним, она думает, это Кришна. ее глаза тогда вращаются от ревности и она спрашивает свою подругу Дани Данистова eyes then roll of jealousy and she asks her friend Даништа Даништа что это? Даништа what's that? Даништа Даништа что где? Даништа replies what where? Радха взгляни и тобой что там в лесу Рада is saying look before you what's that in the forest Даништа Даништа обозревая пространство вокруг себя ничего только создание леса больше ничего Даништа is saying just forest creatures and nothing else Шлимати ты что ослепла что ли? Шлимати is saying are you blind? Ты что не видишь что ли? Вот там видишь там танцует коронное сокровище обманщика Шлимати is saying can't you see look there there is the crown jewel of all cheaters dancing can't you see твои глаза закрыты are your eyes closed другими словами это еще один вариант ты ослепла he's saying like are you blind? Шлимати думает что дерево тамала это Кришна А золотистая льяна это какая-то другая гопи а танцующий павлин это коронная Кришна такова одна из волн экстаза экстаза безумия ведь она не она ведь не притворяется она не она не выдумывает it's not contemplation of her mind some imagination она так видит she sees like this другими словами она она воспринимает реальность под своим под углом своего безумия in other words we can say that she is experiencing the reality under her own angle of her madness через призму своего безумия through this prism of her madness наконец саки объясняет ей что она ошибается finally her саки explain her that she is an illusion she is mistaken это необходимо сделать иначе здесь же движение абхисара останавливается and they need to do this otherwise their абхисара is stopping and if 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 безумие радхики не развеять то абхисара не случится they know that if they will not stop this madness of radhika this illusion of radhika so this love journey абхисара will stop and will not be fulfilled and cely жизни shrimati will not be completed so the goal of the life of shrimati will not be completed and the goal of krishna also will not be completed поэтому manjari спасают спасают ситуацию so manjari they are saving the situation they are holding shrimati by the hand although she is stubborn she doesn't want they тем не менее настойчиво тянут ее к этому дереву and the manjari they are insisting they are pulling her towards this tree it is just a tree it is just a tree it is just a wine it's only the peacock it's the bird when radica is finally aware that she was under illusion she is very embarrassed and and is very embarrassed so she's in humble moon that she's following her manjari she's because she's feeling very lost she's thinking if it's not Krishna so where is Krishna we we are to him and we are taking you to him and very soon you will be together and very embarrassed extremely embarrassed she is giving herself under the control under the care of her maid servants here we can see changing of roles how manjars they're taking vatsali above towards their svamini sometimes svamini is caring about her manjari like mother does and sometimes they're changing and manjari they're taking roles of this adult who is caring so they keep on walking towards radha krišna in this time leaves his friends telling them that he wants to the beauty of the forest krišna meanwhile has left his friends behind telling them that he wants to admire the beauty of the forest he's saying don't worry i'll be with you soon i just want to be alone for a to be happy because the main thing that you should be happy and krišna bjžit to radha kundu and krišna is rushing to radha kundu he 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 goes off to radha kundu with his best friends madha mangala and subhan Когда он видит Кунду Он вспоминает Свою возлюбленную Прийджи И начинает сильно желать Встретиться с ней Здесь можно понять Что он готовит место Что он пребывает раньше Шримати То есть он позвал ее Сыграл особенную мелодию На своей флейте И прибежал раньше На место встречи И готовит место свидания Но нужно отметить здесь Что его друзья Остаются за пределами Кунджи Они не помогают ему Они лишь прикрывают его Прикрывают его отход Что значит прикрывают отход? Ну то есть прикрывают его В глазах В глазах пастушков Они прикрывают его Ну просто Они Да Они будут прикрывать его Мы просто гуляли Мы просто гуляли То есть они Субал и Маду Мангал Никогда не расскажут Своим пастушкам О том Где они были И что они делали В глазах пастушкам Но мы должны знать Субал и Маду Мангал Они не участвуют В кунджа И приготовить его Они просто там Субал Кришна А как притект Для других Других Они были Миндивы Они были И вместе И Маду Мангал Они никогда не скажут Других Коу-херд Франц Что случилось В кунджу Что случилось Что случилось Они будут Ох Мы просто Погнали В кунджу В кунджу В праздничном состоянии В кунджарии Помогают Кришне Привести Кунджу В праздничное состояние И благодаря Этой динамической Медитации На свамине Как торжественное Следствие Этого действия Она Появляется Пред его Обзором И Кришна Видя Океан Любовного Экстаза Швеератхи Когда Ратхи Приходит Сейчас Секунду Она Входит В кунджу Она Входит В кунджу И Видя Этот Океан Любовного Экстаза Швеератхи Мы снова Здесь Прикасаемся К секрету Кришна Не говорит Он Думает Как же Его мысли Становятся Доступны Неманджаре Потому что Швеератхи Смотрит На него И Она Слышит Каждый Звук Его Мисли Звучание Всех Слышит Швеератхи Швеератхи Что это? Кто это? Это богиня Сияния? He's thinking Is this The Family Goddess Of Luster? Или Богиня Юной Красоты? Or The Goddess Of Useful Beauty? Я не могу Is this Is this Of All The Sweetness? Или Может быть Это Наводнение Изящности? Or Is it A Flute Of Elegance? Наводнение Красоты? Flute Of Beauty? Может Быть Это Река Блаженства? Is it A River Of Bliss? Или Поток Нектара? Or Is it A Stream Of Nectar? А Может Быть Это Моя Возлюбленная? Or Is It Maybe My Beloved? Которая Пришла Спасти Меня? Who Has Come To Save Me? Спасти Меня Из Цепких Объятий Разлуки To Save Me From The Clutches Of Separation Видя Extraordinary Сладость Своего Возлюбленного Находящегося В потоке Этого Состояния Seeing Seeing Extraordinary Sweetness Of Her Lover In This Condition Слыши Его Мысли Слыши Его Смущение Слыши Слыши Его Смятение Слыши Смятение Смятение Рафика Тоже Теряется Теряется Кто Передо Мной Это что Самка Модес Само Олицетворение Страсти Нет Не может быть Потому что Комодес Он Бестелесен Может быть Это Океан Нектарной Расы Синий Океан Волнующийся Расы Нет Потому что Океан Огромен А здесь Я вижу Очаровательную Форму Тогда Не цветущий Или это Дерево Любви Нет Потому что Дерево Неподвижно Мы можем Понять Что Здесь Кришна Находится В состоянии Движения То есть Как двигаться Как он Двигается Он Двигается К ней Она Двигается К нему Они Двигаются Друг Друг Двигаются Неспешно Неспешно Двигаются Друг 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 Неужели Неужели Это мой Возлюбленный Неужели Я могу Быть Настолько Удачлива Неужели Я могу Быть Настолько Удачлива Я Не могу Поверить В это Они Очень Возбуждаются Когда Видят Друг Друг Они Очень Возбуждаются Когда Видят Друг Друг Все Эмоциональные Украшения Такие Как Виласа Лолита И Килакинчита Проявляются На частях Телоратики В ее Глазах И на Ее Лице Волнуя Океан Ее Махабхава Они Оба Входят В состояние Безвремени Не я Безвремени Безвремени Махабхава Безвремени Безвремени Страсти Безвремени 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 И Уже Не Могут Сдерживаться Безвремени 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 Дамодар Прабух Вы Вчера Сказали Что у вас До десяти Да Я просто Чтобы Да Да Я Увлекся Да 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 Сейчас Да Мы закончим Читать Просто Да Спасибо За напоминание Я увлекся Мы все Увлеклись Погрузились Да Да Шри Рупагасвами Учит Эта особая Любовь Является Причиной Появления Неописуемой Сладости Чила Рупагасвами Тичас This particular Love Is the cause Of Indescribable Слитность Он говорит Здесь Именно О расе Вот этой Сладости Страсти Сладости Страсти Сладости Страсти Here He's saying About The sweetness Of the passion The sweetness Of the passion The sweetness Of the passion Которая В свою очередь Становится Причиной Эти Игр And that Is the cause Of these Past Именно Эта Сладостная Страсть Является Причиной Коренной Причиной Этих Игр And this Sweet Fashion Is the Very Cause Of these Past Это Это То ядро Абсолютной Истины Из которого Возникает Все Сущего И далее Переполненная Этой Страстью Божественная Чета Входит В уединенную Конжи Которая Известна Как Наиболее Блаженная Обитель Камадева Which Is Known As The Most Blessed Abode Of Grip Man Man Madha Mahatir Dha Man Madha Mahatir Как же Может Кинкари Ощущать Сладость Шримати Называя Ее Джаган Мохини Из-за того Что Кришна Создал Мир Он Зовется Джагат Мир А из-за того Что Рафика Очаровывает Даже Его Она Зовется Джаган Мохини Кришна Очаровывает Мир Нурад Очаровывает Даже Его Она Верховная Богиня Она She is The Top Most Goddess Supreme Goddess Рада Также Джаган Джива Мохини Рада Is Also Called Джаган Джива Мохини Очаровывающая Всех Людей Мира Enchantress Of All The People Of The World Все Очарованы Любовью Все Стремятся К Любви Все Ищут Любви Всем Недостает Любви Because All People In This World They Are Enchanted By Love Everyone Is Searching Of Love And They Have The Lack Of Love And Every Person Is Fond Of Hearing About Love And They Are Speaking About Love They Are Glorifying Love And Sуть Этой Сладости Живет В Чарующих Рощах Вин Давы And The Very Essence Of The Sweetness Living In The Enchanting Hunches Of Wind Hunches Let's Read The Verse Because Now You Will See That It Will Sound Different Обогащённая комментариям Ананта Дасбабычи. Очаровывающая весь мир Шиерасика. World Enchantress Шиерада. Переполненная эротической доблести. Чьи прекрасные подвижные и красноватые взгляды из уголков глаз указывают на праздник изумляющих искусных игр погружённого созерцания, подобных волнующимся волнам океана наиболее блаженной расы любви. Которая блаженно живёт в храме в Абриндаване. That blissfully dwells in a temple in Абриндаване. И мы знаем, что это за храм. А Антадас Бабыча указывает на эту Махатиртха. And now we know what this temple is, because here it is stated that it is what this Махатиртха is. Пульсирующий центр бесконечности. It is the pulsing center of the eternity. Рады, рады. Если есть какие-то комментарии, дополнения, вопросы, я с радостью послушаю. А потом буду готовить к спектаку. Because then I will need to go to prepare for my today's theater play. I have a theater play today. Сундарам Прабу, Рады, Рады, Судеви, Удаваджи, русские бакты, включайтесь. Пожалуйста, включайтесь. Ага Даму на Прабу. Спасибо большое. Я думаю, даже Прабу, спасибо. Вообще чудесная, сладостная. А у меня вопрос. Можно, получается, что какие-то Радхарани какие-то Манджари с Радхарани ее ведут в Кунжо, а какие-то Манджари украшают вместе с Кришной Кунжо? Конечно, конечно, конечно. Спасибо. The question of Ananda Maya is, she's saying, like, am I understand right that some Манджари they are with Radhika, they are guiding Radhika, and some Манджари they are with Krishna helping him to decorate Кунжа. И Дамудар is answering that yes, that's right. Кришна не может навести красоту даже себя самого. Потому что Кришна he could not decorate even himself. Когда в полнолуние его расписывают ароматной, прохладной, белой краской, все его темное тело расписывают ароматной, белой, прохладной краской. И надевают на него белые одежды. And someone is dressing him in white garments. Манджари хотят порадовать Симати вот этой формой Мохана. These Манджарис who are dressing Кришна because they want to present him to their Свамини and to glad her with his astonishing image, with his look. Иногда Свамини тоже украшает Мохана собственными руками. Sometimes Свамини also is decorating Мохана with her own hands. Другими словами Мохан не всегда бегает в желтом. And we must know that Мохана is not every time in his yellow clothing. он соответствует настроению, главенствующему настроению Свамини. He is following the major mood of Свамини. И его одежда, его украшения, роспись его, роспись, искусная роспись его тела, это искусство Манджари. Манджари. должны знать что это искусство искусство на его лице и это очень артистическое декорация только Манджари. work. Рады, 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 Суде Ведиди, Нантарам, Европрия, Магадамана, Прабху, Рады, 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 Кришны, Кабху. Рады, 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 Маленький вопросик еще такой, прям короткий. Конечно, конечно. Вы как-то сказали, что Радхарани слышат каждый звук мыслей своего любимого Штяма. И поскольку Манджария, они знают, о чем думает их свамини, что она чувствует, значит ли это, что они также через нее считывают все мысли Говинда Джеймс? Мы же об этом говорили, да. Мы читали сегодня об этом, да, конечно. Да, да, да. То есть это всегда вот так происходит, да? Да, всегда происходит таким образом. Да, спасибо большое. Они и снаружи наблюдают, и внутри наблюдают. У них такая есть особенность, такая возможность есть. Они контролируют себя, они не падают в обморок, потому что обычно наши влюбленные, когда осознают, что все-таки это случилось, то после этого они падают в обморок при встрече. А Манджария держит себя в руках. Ди Димаши is asking about how Манджария, they know what Krishna is thinking about. Дамодар is saying that, yes, it's true. They always know what he's thinking about because they are looking from the Radhika's heart and mind. They can know. And because they have this role of controlling, controlling role, because they need to care. And when the divine couple, they're fainted, or they're like unconscious, Манджария, they're taking this role of caring, of helping them. So they need to know their mutual thoughts. Ди Дима очень рады вас, Илья. Очень-очень взаимно. Я соскучилась. Я даже не знала, что сейчас субботний зума ведет Дамодара. Прабу, если бы я знала, я бы с самого начала была с вами. Я вчера только случайно узнала об этом от Рады Говинды. Да, уже долго. Да, Гуру Дефу назначил Дамодара Прабу тут, как сказать, нашим источником, проводником от Гуру Дева. Джай, джай. То есть его благословение. Мы тоже очень рады вам. Спасибо вам, что вы видите запись этих зумов. Потом обязательно это будет полезно пересмотреть, еще раз переслушать и вникнуть еще глубже во все сказанное. Рады, рады. Рады, рады. Благословите на сегодняшний спектакль. Пожалуйста. Рады, рады. Семен-дар, джей. Семен-дар, джей. Семен-дар, джей. Семен-дар, джей. Дорогой. Сегодня Дамодар Он лично У него драма Он играет alone Это как Театр-плей для одного актера Сегодня он имеет драма Он просил благословения Все благословения Чудесные абсолютно Все благословения От Господа Дамодара Прабу Это шикарный спектакль Я была на нем Я до сих пор под впечатлением Все благословения От Шришки рады Рады, рады, рады Рады, рады, родная Спасибо тебе Рады, рады Рады, рады Простите, а у вас уже нет времени На вопрос Последний Давайте быстро Какой-то вопросик я побегу Да, спасибо Когда радхарани Видит в деревьях Ну во всем Вриндаване Кришну Является ли это Также служением Вриндавана Еще раз Еще раз было плохо слышно Поставите вопрос Когда радхарани Видит В деревьях Во всем Вриндаване Никуда бы она не посмотрела Кришну Является ли это Служением Самого Вриндавана Конечно Конечно Разумеется Это и есть служение Вранжа Ну все Я побежал Ради, ради Продолжение следует Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому